Добрый день, дорогие братья и сестры! Это размышления в контексте последнего времени. Мы в последнее время с супругой размышляем на тему невесты Иисуса Христа. Это вообще такая тема достаточно частого нашего общения, обсуждения. Вот интересный момент, что Новый Завет говорит о том, что на примере Коринфянской Церкви Павел пишет, говорит, «Я обручил вас Христу, чистую Девую». И действительно, это так. Конечно же, эти строки обращены не только к какой-то конкретной общине, но и ко всему телу Христову. То есть Павел на примере Коринфянской Церкви показывает о том, как относится нас Господь, в чем суть этих сокровенных близких отношений. И в другом месте Нового Завета Павел приводит пример, что брак – это прообраз отношений Христа и Церкви. То есть вот такая вот близость, супружество, невесты и жениха, мужа и жены. Такая проникновенность. И вот о чем я хочу сейчас сказать. Часто задаюсь вопросом, почему многим людям, особенно из консервативной среды, из консервативных каких-то общин, направлений христианских, очень сложно понять доскорбное восхищение. По причине того, что во многих этих общинах искаженное представление о благодати. То есть люди по-прежнему считают себя какими-то грешниками и вроде бы как Иисус искупил их, но вроде как нужно еще доспастись какой-то своей собственной святостью. То есть святость – это не продукт отношений с Господом, а это попытка приблизиться к Нему. Чувствуете разницу? И, конечно же, тогда очень сложно видеть себя в таких близких отношениях с Господом, потому что если ты считаешь себя каким-то святым грешником или еще что-то, вот эти все определения, ты, конечно же, не видишь ту близость, которая может быть между женихом и невестой, между тобой и Господом. Это откровение, оно очень сложно вмещается. То есть здесь нужно обновление, трансформацию ума и сердца произойти, чтобы пришло это понимание. Ну и, конечно же, тогда легче воспринимать какую-то послескорбную модель, потому что вот хочется, вот нужно пройти эти страдания, вот нужно доспасти себя, вот доказать Богу, что я достоин. Забывая о том, что мы избраны во Христе еще прежде создания мира, когда мы это понимаем и когда принимаем это откровение. И Его благодать, вот эта вот близость отношений, которые мы имеем, она рождает эту благодать для того, чтобы совершать наше христианское поприще. Вот в чем разница. Вот во многом ответ, почему для некоторых христиан, особенно из некоторых определенных христианских динаминаций, направлений, учений очень сложно принять то, что они невеста Христа, и, соответственно, видеть, понимать доскорбное восхищение. Потому что еще один момент добавлю, вот удивительно, да, Господь оставил нам залог Духа Святого. Это ведь тоже, это же образ вот той самой символики еврейской свадьбы. Тот образ, который даже сейчас существует, да, вот в мире, в мирской такой, как бы, моде. Венчание, когда дарится обручальное кольцо. Это символ верности. Это символ верности намерения, которое со стороны жениха будет исполнено. Конечно, в современном мире это уже все сегодня сказал, завтра забыл, но Господь верен, то есть Он дал нам самое драгоценное, да, вот это кольцо, кольцом этим Дух Святой является. Сам Господь является нашим залогом. И это тоже образ вот этого будущего супружества, которое состоится. То есть Бог, Господь Иисус Христос, Он выполнит это намерение. Он придет за своей невестой, мы будем с Ним. И это все тоже вот то, о чем я говорю в копилку этого понимания. Нужно увидеть себя невестой Иисуса Христа, нужно это осознать, пережить. И тогда многие вещи и последнего времени, и тема восхищения, они станут на свои места. Необходимы правильные взаимоотношения с Господом. Нужно видеть себя глазами Господа, пережить, принять эту благодать для того, чтобы в конечном итоге быть настоящим победителем во Христе. Маранафа. Благословения вам, дорогие братья и сестры.